Здравствуйте! В эфире специальное интервью в студии Василиса Ивашкина. Самый классный-классный в Одинцове прошел финальный этап педагогического марафона. Классные руководители поделились секретами успехов. У нас в гостях Оксана Шарыгина, директор школы Горки-10 и председатель жюри конкурса. Здравствуйте! Здравствуйте! Рада вас приветствовать. Взаимно. Поговорим о конкурсе. Поговорим. Как вам презентации? Понравились? По-моему, это самые яркие выступления учителей. Да, действительно. В нашем конкурсе уже более 20 лет. По-моему, уже 25. И конкурс действительно начинался называться «Самый классный-классный». И мы в свое время, когда я еще была замом по специальной работе, принимали участие именно под таким названием. Но уже достаточно большой промежуток времени, около 10 лет, он называется красиво. Педагогический марафон классных руководителей, учительство Подмосковья, дети наши. Поэтому конкурс большой, длительный, серьезный. Это конкурс команд, школьных команд. Потому что команда состоит из классного руководителя, из директора, то есть администрации, которые помогают педагоги, родители и дети. Поэтому это такая достаточно серьезная работа и серьезный конкурс. Ну а то, что мы с вами наблюдали позавчера, мы с вами видели финал нашего конкурса. Это действительно яркие представления портфолио класса. Шесть финалистов, потому что мы можем уже открыть эту тайну. Шесть классных руководителей вышли в финал. И вот эти шесть команд представляли свою концепцию, свое портфолио класса. Было очень красиво, очень ярко, очень интересно и очень креативно. По каким критериям оценивали участников? Потому что я понимаю, что там и экология, и патриотизм, и танцы, и пляски. В общем, есть определенные критерии? Ну, критерии действительно есть. Они, конечно, не оцениваются по экологии, по театру или почему-то. Критерии общие для каждой команды. Но самое главное, это должно было быть выдержано в стиле той концепции воспитательной работы, которую представляла конкурсантка на первом этапе. На заочном и на очном, на представлении, которое потом вылилось в эссе и в лекцию для родителей. Поэтому это такой финал представления своей работы, своей системы воспитательной в классе. А в принципе, какие были конкурсы у учителей и сколько длится уже этот марафон? Ну, начинали мы в октябре месяце. Начинается у нас несколько туров. Первый этап – это у нас заочный этап, когда наши конкурсантки, а их было 20 в этом году, то есть 20 школ представили своих лучших классных руководителей. Они представили свое заочное, это было концепцию воспитательной системы класса и портфолио класса. Вот жюри осматривало, выставило, соответственно, баллы, что-то понравилось, что-то не понравилось. Второй тур был – это когда мы уже очно, была защита очная, когда мы увидели конкурсантов в лицо, посмотрели на их эмоции, вообще на их позитив, как они относятся к своей работе. Поэтому было достаточно сложно жюри выбрать полуфиналистов, скажем так, те, которые пришли уже на следующий этап, но, тем не менее, мы справились. После этого наши конкурсанты писали эссе, и после этого мы уже отобрали из 20 человек, 20 классных руководителей, только 8. Они уже перешли во второй тур, и здесь уже мы поехали по школам. Приезжали в каждую школу конкурсантов и видели интегрированные мероприятия с участием детей, родителей, старшего поколения, учителей. То есть это было такое большое мероприятие. Некоторые коллеги нас встречали в школе, а некоторые нас встречали даже за пределами школы, показывая свою линию, которую они с 5 класса, допустим, до 8 ведут в театральный. Мы в театре тоже побывали. Очень красиво, очень разные конкурсанты, очень разные школы, но их объединяет только одно – это любовь к своим детям. Вот для меня это самое главное. Если у классного руководителя горят глаза, если он любит своих детей, и если дети ему это отвечают, то это, наверное, победа нас всех. Но я так понимаю, в этом конкурсе основополагающие – это именно процесс воспитания детей, да? Верно? Ведь это не только классный руководитель для этого и создан. Да, у нас есть конкурс «Учитель года», он хорошо раскручен, будем так говорить, хотя, может быть, слово не очень удачное, но тем не менее, потому что есть муниципальный этап, есть региональный этап, есть и российский этап. Самый классный, классный, будем так его называть, да, этот конкурс, он все-таки менее известен. Но в нашем вот округе, в нашем, он достаточно широко используется именно как инструмент выявления талантливых, классных руководителей. Не учителей, а именно воспитателей, которые работают с нашими детьми и передают им все навыки нашего поколения. В чем талант, сразу возникает вопрос, в чем талант классного руководителя? Талант, наверное, в том, чтобы найти тот инструмент души каждому ребенку, чтобы ребенок проявился. Мы же сами с вами знаем, не всем дано быть ньютонами, да? Не все могут писать сочинения. Но все дети могут быть талантливы в чем-либо. И вот классный руководитель как раз и помогает тому, чтобы этому таланту раскрыться. Кто-то, вы правильно сказали, кто-то пел, кто-то танцевал, кто-то читал стихи, а кто-то просто присутствовал на сцене и помогал своим душевностью, вот какой-то вот искринкой такой, которым нравится быть на сцене. Вот такие тоже есть дети. У меня был ученик, который вообще никогда не пел, то есть он не умел петь. Но зато он всегда говорил, я буду петь. И даже не попадая ни в одну ноту, но он всегда с таким вот энтузиазмом, скажем так, воодушевлением пил, что, знаете, глядя на него, всегда хотел похлопать, сказать браво. И поэтому вот мне кажется, классный руководитель вот именно для этого нужен. Ну и помимо этого, давайте не будем забывать социальную, да, часть нашей работы. Это все-таки помощник, помощник родителям, потому что сейчас очень сложная ситуация в стране, в мире, именно вот с точки зрения подрастающего поколения. Мы несколько от них отличаемся. Вот они все-таки дети цифрового мира. Поэтому классный руководитель как раз помогает и родителям, помогает и ребятам. Ну вот такой помощник именно вот с этой точки зрения найти общий язык и между родителями, и между детьми. Сейчас, в последнее время, это достаточно актуально, вот выступать в таком роли, наверное, проводника между родителем и учеником. Потому что, ну, всякие бывают ситуации, и для этого классный руководитель тоже нужен. Вот впервые вообще заговорили в 19 веке о классном руководстве, и вот в 1934 году, такая историческую справку мы готовились, и впервые уже начали называть классного руководителя классным руководителем. Много времени прошло, институт каким-то видом изменяется или нет? Или основные устои все-таки так и остались? Воспитание души, нравственности? Да, мне кажется, осталось. И, знаете, это хорошо. Потому что вот наш мир вокруг нас очень стремительно меняется. Но ведь что-то у ребенка должно быть незыблемо. Вот это семья и эта школа в лице классного руководителя, который знает и объясняет, что хорошо, что плохо. И это очень важно. Потому что если в семье, а у нас сейчас мамы и папы, как правило, все загружены, работают, то именно как раз классный руководитель иногда, иногда, не всегда, да, но иногда может быть тем проводником нравственности, который ребенок должен усвоить, находясь в обществе. О чем сегодня говорят на классном часе? О разных вещах говорят. Вот сейчас говорят о коронавирусе. Да, да, и мы не будем скрывать, потому что это детей интересует, некоторых это очень беспокоит, Некоторые относятся к этому шутя. Но в большинстве в своем случае, конечно, классные часы, это часы о нравственности, о воспитании, о духовности, о подготовке к 75-летию Победы. Это тоже сейчас огромный пласт работы. Подготовка к салюту Победы, который идет по нашим территориальным управлениям. Вот в нашей школе 13 марта он придет к нам, поэтому мы тоже готовимся. Классный руководитель сам определяет, что в тот момент необходимо поговорить о чем с детьми. Со старшими детьми мы сейчас говорим о профориентации, потому что им осталось 2,5 месяца, и они пойдут во взрослую жизнь. И может быть, кого-то еще нужно направить в ту или иную ситуацию, куда он приложит свои силы и таланты для поступления в институт, и станет грамотным специалистом. Вернемся к конкурсу. Кто может быть претендентом на участие в этом конкурсе? Любой учитель, который поживает? Любой классный руководитель. Не учитель, а именно классный руководитель. Да, это классный руководитель, который, в принципе, педагогический коллектив выдвигает, помогает потом в течение всего конкурса. Ну и человек, который готов показать себя, не боится. Это тоже очень важно, потому что есть коллеги, которые очень скромничают, волнуются, очень сильно переживают. А есть коллеги, которые просто говорят, да, вот я хочу попробовать, показать себя. И таких, кстати, вот вторых, которые хотят себя попробовать, это их становится больше, и нас очень это радует. Во всех презентациях педагоги говорили о воспитании патриотизма. Это какая-то была определенная нота специально к 75-летию Победы? Ну да, конечно. Понимаете, у нас же с вами этот год, юбилейный год, и с каждым годом, увы, ветеранов становится все меньше и меньше. Поэтому, конечно, наша задача педагогов и классных руководителей рассказать детям и сохранить ту историческую память, которая нам с вами дана. Мы рассказываем про своих бабушек, дедушек, про их прадедов. Поэтому это действительно вот было в таком ключе. Ну то есть 75 лет, конечно, хотелось. Ну и потом, понимаете, в каждой школе, в каждом классе есть своя система воспитания подрастающего поколения. И там обязательно одна из них, это духовно-нравственная, связанная с патриотизмом, связанная с истоками нашей страны. Какой учитель важнее? Классный руководитель в начальных классах или с пятого по одиннадцатый? Какой очень провокационный вопрос, Василиса. Действительно, ну знаете, мне вот сложно. Я вот сейчас, наверное, так не отвечу. Наверное, нужен хороший классный руководитель. Вот если он хороший классный руководитель, то он и в начальной школе нужен, и в старшей школе, и в основном звене. Он просто должен быть хорошим. Он должен любить своих детей. Ну и понимать их особенности развития. Ну а тут уже маленькие, старшие, совсем старшие. Тут уж, конечно, такие нюансы появляются. Презентации показали. Предварительно уже можно говорить, кто победил? Нет. Когда узнаем? Узнаем. У нас будет праздник в марте месяце. Будет большой праздник. Он традиционный проходит. Когда чествуют всех победителей, финалистов, конкурсов. Учитель года, наш конкурс самый классный-классный, дошкольный воспитатель и педагог-психолог. Вот их собирают все вместе. И тогда, в торжественной обстановке, узнаем, кто уже будет. Потому что жюри сдают свои листы оценочные. И счетная комиссия, то есть это комиссия, независимая от, скажем так, от педагогических коллективов, ну вообще школы и жюри, они отдельно подсчитывают это и уже потом определяют. Это узнаем всегда. Вот даже председатель жюри, увы, не знает. Хотелось бы, но тоже было сказано Оксану Борисовну. Вот если вспомните, какие в октябре были у кого баллы, вот тогда, значит... То есть вы потом все посмотрите и уже потом... Да, мы потом уже увидим, да, узнаем это на сцене. Все по-честному без обману. Да, все по-честному. Что ждет потом педагога? Победил дальше. А дальше будет региональный этап, потому что у нас в Московской области есть тоже такой конкурс. И мы надеемся, что наш конкурсант, который победит, будет достойно представлять наш округ на регионе. В региональном этапе, вернее, в региональном конкурсе сколько этапов будет, может быть, вы знаете? Ну там тоже около трех. Там тоже есть заочный этап, это когда мы отдаем свою тоже концепцию. А потом уже будет их профессиональные качества определять. И третье тоже будет такое феерическое представление, это когда дети, родители едут уже на финал. Вы сказали о концепциях. Вам запомнилась какая-то концепция у хотя бы, может быть, одного классного руководителя? Что-то особенное, может быть, действительно что-то новое, что вы потом возьмете и себе в работу тоже? Ну, сказать, знаете, честно говоря, сказать, что совсем нового ничего нет, потому что, в принципе, мы же все говорим о одних и тех же моральных принципах. А вот как интерпретируют это каждый, это, конечно, уже с изюминками. Очень понравилась Старогородковская школа. Маленькая страна, там был учитель, конкурсант был учитель начальной класса. Маленькие детки. Очень понравилась школа Жаворонская. Тоже замечательный педагог. Ну, конечно, наши, скажем так, лидеры, да, это шестолицы, где с пятого класса по вот девятый, это театральный театр в хорошем таком серьезном качестве. Одинцовская лингвистическая гимназия прекрасная, со своими такими изюминками. У них было прекрасно интегрированное мероприятие про французскую нормандию, Неман, про вот их этап в Великой Отечественной войне. То есть много таких вот очень было интересно. Барвихинская школа тоже запомнилась своим таким интегрированным мероприятием необычным. Все запомнились. Все запомнились, да. Я думаю, вам будет очень сложный выбор. 13-я гимназия, шикарные дети, 10-й класс, они хорошо поют. Ну, 10-й класс, понятно, 10-й класс. Они уже вообще это все воспринимают. Ну, у них такой драйв был, поэтому им с ними так хорошо было работать, интересно. Поэтому выделить кого-то особенно нельзя. Ну, кто-то, да, был чуть лучше, кто-то был, может быть, чуть менее удачный где-то. Но вот финалисты были прям вот все. В Воденцовском округе у нас достойно выступили классные руководители. Спасибо вам большое, что уделили время в своем сложном графике. Я желаю вам удачи. Спасибо большое. Вам предстоит тяжелый выбор. Это была программа «Специальное интервью». До встречи.